Спасибо большое, Татьяна Южина. Она была предложена в 2018 году, и грубо их делят на две большие неравные группы. Это неэпителиальные опухоли, к которым, собственно, относятся феохромоцитомы, парагонглиомы, медулярные раки щитовидной железы. И эпителиальные нейроэндокринные опухоли, которые встречаются гораздо чаще в различных локализациях, ассоциированы с эпителем различных органов, и они делятся также на две группы. Это высокодифференцированные нейроэндокринные опухоли или тюмор и низкодифференцированные нейроэндокринные опухоли или карциномы. И эта классификационная схема предлагает нам единый подход к их субклассификации и градированию. В пределах высокодифференцированной группы различают на сегодняшний день в большинстве локализаций три степени злокачественности. Это грейт-1, грейт-2 и грейт-3, то есть низкой промежуточной и высокой степени злокачественности. Различия эти проводятся по методическому индексу, то есть по количеству метозов. На сегодняшний день 2 мм квадратных. Это такой универсальный эквивалент 10 полей зрения большого увеличения микроскопа. Для многих локализаций вот эти подсчетные количественные характеристики были выведены из категории полей зрения, потому что они могут варьировать в зависимости от характеристик микроскопа, и переведены к системе СИ. И теперь мы считаем на стандартную площадь в миллиметрах квадратных. И здесь это 2 квадратных миллиметра. И вы видите довольно низкий порог. Самый нижний порог – это две методические фигуры. Для промежуточной степени злокачественности высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолей – это от 2 до 20. При этом есть один нюанс, который опять же приводит к, может быть, более высокому индексу расхождений, чем хотелось бы. То, что все эти параметры подсчитываются в так называемом ходспоте. То есть мы должны сначала скринировать образование или микропрепарат, выделить в нем наиболее методически активные участки, и в этом участке уже считать количество метозов на определенную площадь. При этом у нас нет определителя, что такое ходспот, каков его размер. И таким образом каждый исследователь, каждый патолог может субъективно выбирать разные участки для подсчета, и это может приводить к различным оценкам и, соответственно, в том числе до выставления различной степени злокачественности. КИ-67 – один из механизмов, который должен нам позволить повысить сходимость и воспроизводимость этих диагнозов, потому что эта окраска довольно простая с точки зрения аналитики. Это простое ядерное окрашивание, но тем не менее, опять же, нижний порог – это 3% окрашенных клеток, и также мы должны посчитать их в ходспоте так называемом. Вот эта категория NET-G3 или высокой степени злокачественности, высоко дифференцированные нейроэндокринные опухоли, если вы посмотрите, то в классификационной схеме для них и для низкодифференцированных опухолей или карцином имеется единый нижний порог – это 20 методических фигур или 20% позитивных по КИ-67 клеток. Это связано, мы немножко поговорим с тем, что есть определенные особенности, связанные с конкретной локализацией, но с другой стороны все-таки есть намеки, что мы можем использовать более качественную дефиницию, и NET-G3, как правило, имеют методический индекс ИКИ-67 в районе от 20 до 50%, а карциномы все-таки, как правило, имеют более половины позитивных по КИ-67 клеток. Но есть и перекрытие. Ну вот мы поговорили о рамочной схеме, об общих подходах к грейдингу и классификации эпителиальных нейроэндокринных опухолей, но есть и существенные подчас различия, связанные с конкретной локализацией. Так есть ряд локализаций, для которых все-таки для высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолей используется до сих пор двухступенчатая система градации. Ярким представителем являются нейроэндокринные опухоли легкого. И вы видите, что терминология тоже сохраняется традиционная для этих локализаций. Но тем не менее, на сегодняшний день все-таки рекомендуется использовать как терминологию рамочную, то есть в нетах и неках, так и в качестве синонима использовать терминологию традиционную для этой локализации. Чаще всего, конечно, нейроэндокринные эпителиальные опухоли с нами встречаются в производных кишки. И в зависимости от того, из какого отдела кишки развивается орган, нейроэндокринные опухоли той или иной локализации имеют ряд особенностей, как морфологических, так и моногистехимических, и в ряде случаев клинических. Чаще всего это все-таки средняя и задняя кишка, то есть это желудочно-кишечный тракт, и это высоко дифференцированные по большей части образования, органоидные, которые имеют характерную морфологическую картину, такое лабиринтное строение на малых увеличениях. И есть целый ряд архитектурных паттернов, которые свойственны нейроэндокринным опухолям, и которые позволяют заподозрить опухоли этой природы уже на малом увеличении при обзорном, сканирующем, изучении микропрепарата. Но нужно отметить, что все эти паттерны для эпителиальных опухолей являются отражением высокой степени злокачественности. То есть для условно всех эпителиальных образований это high-grade паттерны. И одним из ключевых моментов диагностики высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолей является диссонанс между high-grade архитектурой и low-grade цитологией. Потому что, если мы посмотрим, цитологически нейроэндокринные опухоли высоко дифференцированные характеризуются монотонией клеточной, низкой степенью полиморфизма, низкой методической активностью уже на этом уровне, как правило, в зависимости от степени злокачественности. Кроме того, можно выделить целый ряд характеристик цитологических, которые являются характером для нейроэндокринных. Это такой канонический паттерн хроматина, так называемый соль с перцем. Кроме того, для опухолей желудочно-кишечного тракта мы чаще всего можем столкнуться с ситуацией, когда имеет место смешанное образование. В предыдущей версии классификации опухолей желудочно-кишечного тракта была нозологическая единица, как смешанная адено-нейроэндокринная карцинома. Это обусловлено тем, что чаще всего в таких смешанных образованиях нейроэндокринный компонент представлен именно низкодифференцированным или карциноматозным компонентом. Но, тем не менее, эта нозологическая единица не позволяет покрыть все варианты, весь возможный спектр сочетаний. И поэтому в действующей классификации эта ситуация изменена, и имеется нозологическая единица, которая, собственно, называется смешанная нейроэндокринная-ненейроэндокринная неоплазия. И она позволяет классифицировать образования, которые состоят из нейроэндокринного компонента абсолютно любой степени злокачественности, в том числе и из высокодифференцированного и ненейроэндокринного компонента различного гистотипа. То есть это предполагает возможность не только аденогенных карцином или аденогенных образований, также разной степени зрелости, сочетающихся с нейроэндокринным компонентом, ну и в том числе плоскоклеточных раков, что может встречаться в пределах желудочно-кишечного тракта. И что хорошо, собственно, что должно отразиться на воспроизводимости установления этой нозологической единицы, имеется количественный критерий, который говорит о том, что каждого из компонентов в этих смешанных опухолях должно быть не менее 30%. Если же один из компонентов составляет менее этого порогового значения, то тогда нозологическая единица должна устанавливаться в соответствии с преобладающим компонентом, но минорный должен репортироваться в заключении. И каждый из компонентов градируется отдельно в соответствии с соответствующими принципами грейдинга для конкретного отдела желудочно-кишечного тракта. Что касается иммуногистохимического исследования, которое является неотъемлемой частью диагностики нейроэндокринных образований, то здесь может быть несколько задач, которые мы пытаемся при помощи него решить. Первая задача – это когда мы пытаемся подтвердить нейроэндокринный генез опухоли известной локализации. Для этого нам нужен небольшой набор маркеров. Если мы говорим о том, что это эпителиального генеза нейроэндокринная опухоль, нам необходимо подтвердить, то есть выявить наличие экспрессии цитокератинов. Проблема в том, что очень часто даже высоко дифференцированные нейроэндокринные опухоли теряют экспрессию этих промежуточных филаментов, и самым чувствительным из них является восьмой цитокератин. Кроме того, мы должны использовать не менее двух нейроэндокринных маркеров для того, чтобы подтвердить нейроэндокринную природу образования. Это связано с тем, что эти маркеры имеют разную чувствительность, разную специфичность, и в зависимости от локализации, происхождения, степени дифференцировки нейроэндокринные опухоли тоже могут экспрессировать разные из них. Поэтому на сегодняшний день имеет смысл использовать не менее двух маркеров. Когда встает выбор, какой из маркеров применить или какие два из них применить, то в литературе можно найти очень разные данные и по чувствительности, и по специфичности. Но здесь есть один практический нюанс, потому что работа каждого иммуногистохимического маркера зависит от условий, которые имеются в каждой конкретной лаборатории. Поэтому в вашей лаборатории имеет смысл выбирать для этих задач те два маркера, которые лучше всего работают именно в вашей лаборатории, вне зависимости от литературных данных. Хотя на сегодняшний день есть один новый маркер, это и NSM1, который показывает на сегодняшний день очень высокие показатели как чувствительности, так и специфичности. Но, к сожалению, мы знаем из опыта, что очень многие ГХ-маркеры на первоначальных этапах их внедрения очень оптимистично воспринимаются с точки зрения этих параметров. Ну и КИ-67 как один из дополнительных факторов в установлении степени злокачественности. Кроме того, у нас на сегодняшний день в арсенале иммуногистохимических маркеров есть инструменты, которые позволяют определить чувствительность к ингибиторам саматостатина. Но эти маркеры не очень широко распространены сейчас в лабораториях нашей страны. Но, тем не менее, возможность такая есть. И третья задача, самая, пожалуй, непростая, когда нам необходимо определить генез или источник метастазов нейроэндокринных опухолей без выявленно первичного очага. Это возможно, как правило, для опухолей высоко дифференцированных. И здесь, опять же, можно подразделить эту задачу на две. Первое – это дифференциальный диагноз между эпителиальными и неэпителиальными нейроэндокринными опухолями. И здесь у нас сейчас есть ряд маркеров, которые позволяют подтвердить феохромоцитому либо параганглиому. Это ГАТА-3. Часто экспрессируется именно в этих образованиях, в отличие от эпителиальных нейроэндокринных опухолей. И сукцинат дегидрогеназа B – это, собственно, маркер, который ассоциирован с наследственными синдромами, связанными с потерей функции сукцинат дегидрогеназа. И это антитело, в общем, покрывает большинство субъединиц дегидрогеназа, которые теряются. Но это, в общем, группа наследственных опухолей. Что же касается дифференциального диагноза в пределах опухолей, который развивается в различных отделах кишки, эмбриональной кишки в первую очередь, то тут есть различия по экспрессии ряда частых маркеров, которые доступны на сегодняшний день в многих лабораториях. И они могут быть использованы в рутинной практике. И есть такой примитивный алгоритмический подход для дифференциального диагноза. Опять же, мы должны помнить о том, что каждый маркер имеет ограничения как по чувствительности, так и по специфичности в плане выявления принадлежности к тому или иному органу. Но при прочих равных можно, в общем, сузить круг потенциальных кандидатов довольно существенно, что может помочь клиницистам в планировании терапии. Кроме того, конечно, для поджелудочной железы в большей степени, потому что вот эта трехступенчатая система градации высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолей была изначально внедрена именно в этой локализации, нередко встает вопрос, как отличить морфологу, в первую очередь, высоко дифференцированную нейроэндокринную опухоль high grade или grade 3 от низко дифференцированной нейроэндокринной карциномы. Вне зависимости от того, это малый материал или большой материал. Это, конечно, проблема и для патолога, и для диагноста, и для клинициста, что с этими образованиями делать и какой прогноз ожидать. На сегодняшний день у нас есть, в общем, опять же, в точке зрения моногистохимии, инструмент, который позволяет с высокой степенью надежности провести дифференцированной диагноз в этой конкретной паре. Это аберрантная экспрессия P53, ассоциирована, как правило, с мутацией в этом гене, которая очень характерна для нейроэндокринных раков, в первую очередь, конечно, для мелкоклеточных, но и также потери экспрессии RB1, это белокретинобластомы, тоже является одним из онкогенов канонических, и для карцинома же, для опухоли с высокой степенью злокачественности характерна потеря экспрессии этого белка, и это может быть выполнено при помощи моногистохимии. Но что касается прогноза, то вы видите, все-таки опухоли высоко дифференцированные, хоть и high-grade, имеют лучший прогноз, чем карциномы нейроэндокринные, поэтому имеет смысл биться за этот дифференциальный диагноз. Что касается других локализаций, то одной из частых локализаций для нейроэндокринных опухолей является легкая, и здесь остается двуступенчатая стандартная система градации, рекомендуется, в общем, все-таки использовать традиционные термины, типичный, атипичный карциноид при описании этих образований. Что касается нейроэндокринных карцином или низкодифференцированных нейроэндокринных опухолей, то здесь, безусловно, это два варианта, как и везде. Мелкоклеточный и крупноклеточный рак. Что касается наличия G3 для высокодифференцированной категории, то почему в легком она отсутствует? Хотя есть ряд репортов, которые говорят о том, что, вероятно, эта категория здесь тоже может иметь место быть с точки зрения биологии и прогностических характеристик, но это значительно реже, просто чрезвычайно редко по сравнению с образованиями поджелудочной железы, и поэтому на сегодняшний день эта категория в классификации отсутствует. Кроме того, для легкого есть также проблема комбинированных опухолей. Это и адена нейроэндокринные опухоли, и, возможно, сочетание плоскоклеточного рака с мелкоклеточным раком, как вот в этом примере на этой микрофотографии. Даже в пределах биоптата удалось получить и плоскоклеточный рак, и нейроэндокринный мелкоклеточный рак, что, в общем, довольно редко удается, особенно в малом объеме материала. Но, тем не менее, это опухоли, которые имеют прогноз неоднозначный, промежуточный, требуют индивидуального подхода к терапии. Кроме того, для раков легкого описана трансформация в мелкоклеточный рак, в первую очередь на фоне анти-GFR терапии, при аденокарциномах легкого с соответствующей таргетной мутацией. Это может быть тоже как проявление дидифференцировки, либо трансдифференцировки. Это требует индивидуализации подхода. Что же касается сложностей с точки зрения морфолога, то есть определенные проблемы в ряде случаев в дифференциальном диагнозе между мелкоклеточным и крупноклеточным нейроэндокринным раком, потому что те критерии, которые на сегодняшний день используются в этом дифф-диагнозе, они не всегда просты, воспроизводимы, не всегда надежны, зачастую перекрываются. И больше сложности, конечно, касаются именно вычленения группы крупноклеточных нейроэндокринных раков. Это имеет значение с точки зрения клиники, потому что они не так хорошо отвечают на соответствующую терапию, как мелкоклеточный рак. И, судя по всему, и эти объективно-морфологические диагностические сложности, и неоднозначность клинического поведения этой группы опухоли связаны с тем, что она гетерогенная и представляет из себя некий транзит между немелкоклеточными раками, ненейроэндокринными и между различными вариантами нейроэндокринных опухолей. Это подтверждается на сегодняшний день данными молекулярного профилирования. Поэтому это, конечно, группа отдельная, требующая внимания. Ну и есть еще локализации, конечно, можно по всем пройтись. У всех есть определенные особенности и нюансы. Ну, молочная железа, как просто, одна из самых частых, поэтому я решила ее привести и здесь. И, кроме того, в новой классификации, посвященной опухолям этого органа, тот раздел, который отражает нерэндокринные опухоли, он был существенно переработан. Раньше не было какой-то ясности, были какие-то неоднозначные подходы. Мы знали, что есть ряд опухолей молочной железы, которые характеризуются наличием нерэндокринной дифференцировки, выраженной в разной степени. Это может встречаться и при неспецифицированных раках молочной железы. Есть солидная популярная карцинома, которая характеризуется экспрессией нерэндокринных маркеров, как, собственно, гиперклеточный вариант муцинозной карциномы. Но, тем не менее, на сегодняшний день в классификации появились чисто нерэндокринные опухоли молочной железы, в которой также есть высокодифференцированная группа, которая здесь подразделяется на две ступени, на грейд-1 и грейд-2. А также очень редко, но, тем не менее, встречаются нерэндокринные карциномы молочной железы, которые также могут иметь мелкоклеточный или крупноклеточный тип. Но если мы вернемся к рамочной классификации, это не просто классификация, не просто подходы к грейдингу, это еще и единая терминология, которая позволяет вне зависимости от локализации понимать, с чем именно мы имеем дело и с чем именно клиницисты имеют дело. И, грубо говоря, мы можем разделить опухоли всех локализаций на те, для которых существует трехступенчатая система градации высокодифференцированных нерэндокринных опухолей и двухступенчатая система. И помимо легкого и молочной железы к последней категории также можно отнести опухоли головы и шеи, в которых редко встречаются эпителиальные образования, но на сегодняшний день они градируются двухступенчато, и, конечно, эта локализация изобилует неэпителиальными нерэндокринными опухолями, это, в общем, нередко и парагонглиомы, и опухоли щитовидной железы, и пара щитовидных желез, и это, собственно, та область, в которой необходимо дифференциальный диагноз проводить между эпителиальными и неэпителиальными опухолями. Но в целом такой подход позволяет более эффективно и диагностировать, и транслировать эту информацию по опухолям единого генеза вне зависимости от локализации. Спасибо за внимание.